Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В данном видео будет рассмотрен один из самых важных фундаментальных показателей – это ВВП страны. Многие не без оснований считают, что именно этот ключевой показатель отражает ситуацию в экономике того или иного государства. Что же он означает? ВВП или валовый внутренний продукт попросту отражает совокупную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Или, говоря более простым языком, это выраженная в деньгах совокупность всех произведенных товаров и услуг в определенном государстве. Впервые это понятие было предложено еще в начале 40-х годов прошлого века и с тех пор активно используется как для определения динамики развития выбранной страны, так и для сравнения ее с другими странами. Не вдаваясь в теоретические подробности, отметим высокую важность этого показателя для финансового сообщества. ВВП публикуется раз в месяц, хотя более важным считается отслеживание по квартальных изменениям и от года к году, чтобы оценить объем произведенных товаров и услуг, а главное – динамику этого показателя. Информация о ВВП поступает по каждой стране, но больше всего инвесторов интересуют цифры по США, еврозоне, Великобритании и Японии, учитывая больше вес этих экономик в мировой финансовой системе. Если мы откроем график пары евро-доллар за 28 октября, когда были опубликованы цифры ВВП по США, то увидим всплеск волатильности и сильные ценовые движения, как раз во время американской торговой сессии, что является следствием данной новости. Однако нужно учитывать, что объем ВВП меняется довольно медленно, на несколько десятых процентов в течение года. При этом данные показатели не так сложно рассчитать для ведущих аналитиков, поэтому расхождение между прогнозным и фактическим значением редко бывает неожиданно ощутимым. И как следствие волатильность также возрастает не так, как могла бы увеличиться. Поэтому показатели ВВП используют в основном для среднесрочной и долгосрочной торговли. Работающей торговой стратегией является и использование разницы в этом показателе между странами. Например, показатель еврозоны находится на отметке 0,3 уже на протяжении пяти последних месяцев. В то же время ВВП США был стабильно выше, а последнее значение было и вовсе на отметке 2,9%. И если мы посмотрим на график пары евро-доллар, то увидим, что в целом динамика была положительной именно для американской валюты. Хотя, конечно, на соотношение валютных курсов оказывает влияние множество факторов. И помимо этого показатели. Тем не менее, именно на него ориентируются многие крупные участники рынка и более долгосрочные инвесторы. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго.